Меня зовут Тимоша Рипов, я родом из Алматы, из Казахстана. Здесь я живу и работаю. Меня впервые пригласил мой очень хороший знакомый, его зовут Лев, здесь в Алмате. Позвонил мне, пригласил на встречу и говорит, давай, придем, встретимся с тобой, приходи ко мне, приходи в кафе, в ресторан меня пригласил. И стал рассказывать о круизах, стал рассказывать о путешествиях. И вот это была первая встреча наша, и моя реакция была, знаете, такая, что, что такое круиз, я не понимаю, потому что я живу в Казахстане, у нас горы, у нас степи, у нас пески, нет ни моря, ни океана. И когда мне говорят, надо поехать в круиз на лайнере, я даже представить не мог, что это такое. И первая моя реакция была, что нет, это не мое, это не для меня. Представляете, где я нахожусь, а где находится круиз. Это вот моя первая реакция, которую я проявил. Потом уже стал это дело изучать, и когда посмотрел видео, когда посмотрел различные ролики, тогда я уже увидел, что это действительно хорошая вещь. Дальше меня заинтересовало, как туда попасть. И вот с этого момента я стал заниматься нашим производителем. Раньше я занимался бизнесом. Я работал в Национальном банке Казахстана банкиром, госслужащим. У меня был собственный бизнес, несколько бизнесов. Я как предприниматель работал. Были образовательные проекты. И сейчас я уже все эти бизнесы закрыл. Я уже ими не занимаюсь, потому что именно в НКрузус я получаю все то, что раньше я не мог получить во всех тех направлениях, чем я занимался. И Крузус мне дает и путешествия, и обучение, и развитие, и развивать бизнес. Новые знакомства, новых людей, новое окружение. Это очень здорово. В компании Крузус мне очень нравится эта легкость бизнеса, это простота бизнеса. Нет необходимости что-то продавать, нет необходимости что-то хранить, склады открывать, что-то отправлять, создавать логистику и так далее. Я просто путешествую, я просто рассказываю, я делаю фотографии, видео, отправляю с тех путешествий, с лайнеров, с тех городов, которые я посещал. И люди зажигаются и смотрят и говорят, мне тоже хотят. Это настолько здорово, когда ты делишься радостью, как будто она доходит очень в таком открытом виде, и люди ее воспринимают и начинают тоже путешествовать. Я за то время, сколько нахожусь в НКрузус, я для себя вот увидел, что у меня начала меняться жизнь. У меня вообще началось меняться все вокруг. Я за некоторое время посетил очень много стран и городов. Представляете, я был и в Средиземном море во всех портах, я был в Атлантическом океане, на Тенерифе, я ездил по Канарским островам, Балиарским островам. Я бы никогда себе не смог этого позволить, если бы не возможность путешествовать с помощью компании Крузус. И когда я начал заниматься уже как бизнесом, я получил еще дополнительные возможности, компания мне оплачивала перелеты. Она давала мне средства, чтобы я смог там оставаться длительное время, снимать какие-то отели, поехать вместе с семьей, с детьми поехать. Вот это здорово, вот это меняет твою жизнь. И сейчас у меня каждый месяц практически я бываю в разных городах, в разных странах. Я доношу эту информацию разным людям. У меня постоянный перелет или постоянное передвижение из одного места в другое. Я рассказываю большому количеству людей. И вот у меня изменила жизнь. Раньше я был, знаете, как домосед. Я постоянно работал дома на компьютере и тогда никуда не ходил. Сейчас мне стало интересно, потому что открываются новые люди, новые знакомства, новые культуры. Это настолько интересно, настолько здорово, что каждый, кто с этим соприкоснется, он тоже поменяет свою жизнь лучше. Я бы тем людям, которые сейчас только узнают о нашем клубе Крузос, которые сомневаются, скептически относятся, недоверие выражают. Я бы сказал, что, друзья, я начинал точно так же. Я считал, что это не для меня. Я считал, что круизные лайнеры это очень далеко. Но когда я с этим столкнулся, когда я это прошел, я увидел совершенно другой результат. Попробуйте. Просто попробуйте. Поверьте тому человеку, который вас пригласил. Посмотрите, где он был. Посмотрите на его видео, фотографии. Может быть, он уже съездил с семьей. Может, он съездил здесь. Поговорите с его детьми, поговорите с его близкими, людьми, с кем он уже ездил или кому он помог съездить. И вы сразу поймете, как это работает. И если вы захотите попробовать сами, это вам будет намного проще сделать, потому что уже многие люди открыли разные направления и в Европу, и в Азию, и в Америку, и в Южную Америку уже открыли направление. Сейчас уже и в Африку ребята собираются поехать. Поэтому вы обратитесь к этим ребятам, посмотрите на их путешествия, на их записи. Очень много в YouTube. И попробуйте сами. Попробуйте сами. Съездите один раз, два раза, три раза. Подарите возможность своей семье, своим родителям, своим детям отдохнуть, попутешествовать, посмотреть новые миры. И вы поймете, что мир, он намного больше, намного лучше, намного интереснее, чем раньше. Вот я сейчас это вижу. Я всем рекомендую, дорогие друзья, начните путешествовать, начните открывать для себя возможности. И делитесь этой возможностью с огромным количеством людей. И тогда у вас будет та команда, те люди, то окружение, о котором вы мечтали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова